Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пико, Александр Шунин. Утро на Болткоме продолжается. И к нам присоединяется директор фонда НСА Галанта. Диана Галанте, здравствуйте, Диана. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ежегодный фестиваль Summer Time. Лето приближается. Ну вот, слава богу, кошмар вот этих пандемийных вот каких-то этих страшных моментов, когда музыканты были разлучены с зрителями, вроде бы уже ушел в прошлое. И вот все надеются, что в этом году мы наконец-то получим наслаждение от встречи с прекрасными именами, новыми, может быть, хорошо знакомыми, любимыми артистами. Обо всем об этом мы жаждем узнать из первых уст. С удовольствием. Ждем. Вы знаете, мы действительно в этом году решили не молчать. Два года нас не было, мы вернулись, и мы хотим в этом году порадовать публику особенно. Дело в том, что люди, конечно, очень соскучились и стысковались, и вы абсолютно верно заметили, что как музыканты с публикой, так и публика, конечно, с музыкантами. И в этом году наш девиз «The best of summertime», и все будет проходить под эгидой радости, счастья в глазах, позитива и какой-то энергетики, которая заставляет просто отвлечься, скажем так. А сколько будет продолжаться в «Summertime», когда он будет проходить, в какие числа, может быть, уже чтобы сразу люди могли забронировать время? «Save the date» с 18 по 21 августа. Август — это наш месяц. Будет в этом году шесть встреч с нашей замечательной публикой. 18 числа будет юмористическое открытие. Я думаю, что это вот тоже впервые особенный формат для Латвии. Мы пригласили дуэт и специального гостя, виолончелиста, который человек-оркестр, который на виолончели будет утворять и с помощью технических, конечно, каких-то аппаратов, я не знаю, даже технического какого-то суппорта, будет просто создавать ощущение оркестра. А дуэт ребята, которые познакомились в Лондоне, в очень именитой школе Игуда Минухина, каждый из них абсолютная единица, абсолютная звезда, продуценты, режиссеры, композиторы, они в дуэте юмористический музыкальный дуэт. Они будут друг с другом заигрывать, они будут заигрывать с публикой, они будут абсолютно другие аранжировки представлять музыкальные какие-то известных произведений, которые заставят нас улыбнуться и быть радостными. А также 19-го числа нас ждет Шантель. Дело в том, что мы все знаем, что балканская музыка зажигает, заставляет улыбаться, двигаться. И в этом году это будет не исключение. Шантель заставит весь зал, я уверена, что танцевать будет в принципе весь зал, что люди будут, и кто-то останется сидеть, у меня будут руки-ноги пускаться в пляж. В субботу у нас будет два концерта 20-го числа, один концерт будет в 5 вечера, чтобы люди еще успели насладиться солнышком и пляжем. Будет выступать Инесса Галланты, Андрей Осокин, замечательный пианист. Таланты Инесса Галланты с конкурса, в котором пару лет действительно негде было выступать. И это замечательная платформа. Каждый из наших концертов, как все эти годы, будет открывать талант Инесса Галланты. Это нам очень важно. И также это будет и в концерте в 5 часов в малом зале. А в большом зале будет вновь на сцене нашего фестиваля, дзинтерского зала, клуб Дез Белугас. Дело в том, что они уже были гостями нашего фестиваля и произвели невероятный фурор. Самые известные ролики рекламные этого мира, от Мерцедес, Бенса до Кока-Колы, из абсолютно разных жанров, где людям нужен вот этот фактор улыбки, запоминающейся мелодии и энергетики, их музыка звучит абсолютно везде. То есть я думаю, что они пионеры в этом плане. Это джаз, это лаунж. И в этот раз они привозят солистку Анну Луку, шведская девушка, шведская певица. Мы очень этому рады, потому что я сама фэн этой группы, и я очень рада, что их удалось в этом году пригласить в Латвию. И, наконец-то, кульминация, я считаю, это... Галланд, мы же каждый раз хотим что-то новое придумать, хотим каждый раз как-то удивить. И в этом году мы действительно решили немножко поменять наш формат и пригласили шоу, пригласили постановку, которая произвела фурор в 50 странах, продала более миллиона билетов. То есть надо себе представить, что хотел пойти, в принципе, вот в этих странах каждый первый или каждый второй. И шоу было создано к столетию Дит Пиаф. И это шоу приезжает к нам в Латвию с видеорядом. Мы окунемся все в атмосферу замечательную Парижа. Того времени услышим и неизвестные, а также, конечно, хиты Дит Пиаф. И увидим, как же она жила, ее развитие, все ее какие-то вот постаси. Так что мы ждем вас всех 21 числа на шоу Дит Пиаф. А в 6 вечера 21 числа в малом зале у вас будет возможность познакомиться с солистами, которые в вечернем спектакле выступят, на сцене пообщаться с ними, задать им вопросы. Это тоже особенно, я считаю, в нашем случае формат, где люди смогут увидеться со звездой вот тет-а-тет в малом зале, в интимной атмосфере. Пожалуй, все. Программу я вам рассказала. Всех ждем. И билеты можно приобрести в кассах Бирюша Парадиза. А вот шоу Эдит Пиаф, это будет какое-то воплощение сценографии? То есть будет изображать Эдит Пиаф? Или это будут записи? Нет-нет, это лайв концерт. Это абсолютно удивительный на самом деле проект, потому что будет видеоряд, конечно, но это будут лайв-голоса, это будут исполнители, которые названы, наследники, как говорится, Эдит Пиаф, которые имеют право выступать, голоса, которые признаны во Франции, признаны во всем мире. Поэтому это будет как мини-постановка с симпатичными французскими реквизитами и окунет нас всех в атмосферу Парижа и Франции. Как вообще для нынешнего года удалось находить вот этих талантов, какие-то новые интересные имена, учитывая, что эти два года, в принципе, концертная деятельность была заморожена, заторможена? Знаете, если честно, сама удивляюсь, вот, потому что легко это не было абсолютно точно, но некоторые из музыкантов из-за нас перенесли отпуска, которые планировались несколько лет. Многие, конечно, хотят снова встретиться с публикой, потому что люди творческие были два года в прямом смысле заперти. Я это знаю просто не понаслышке, поскольку мамочка тоже, мы ее забрали и все, не давали тоже каких-то лишних телодвижений делать, и она не летала, то есть как бы так, как это было принято, или как мы все привыкли. Она была, наконец, несколько недель, там какое-то время бабушка и мама, то есть это было совершенно замечательное время, но оно было очень тяжелым для людей искусство, которые привыкли ежедневно паковать и распаковывать чемоданы, выступать на различных сценах, и поэтому люди очень здорово отозвались. Но был действительно серьезный момент найти этих музыкантов, потому что очень многие пересмотрели свою деятельность. Как это ни грустно, ни парадоксально, многих уже, наверное, просто мы не увидим на сцене. Были ли какие-то... Но на нашей, да. Но на нашей, да. Мы выловили самые яркие, самые таланты. Прекрасно, спасибо вам огромное. Но были ли отказы? Ну, не то, чтобы мы просили называть имена, но вы так рассказываете довольно грустно. Были ли отказы и вам? Не было. Потому что мы выбирали тех, кто... Нет, мы просто знаем, что люди... Кто без отказа. Нет, нам отказать невозможно. Вы же знаете, с нашим позитивным напором... А это правда. Нет, да, оно было абсолютно радостно, потому что мы выбрали радостных людей. Именно в этом месседж нас, именно в этом цель этого фестиваля. Мы выбрали самых радостных, позитивных, харизматичных. И поэтому я говорила, что в этом году нам особенно было важно дать людям подпитку энергетическую, позитивные эмоции. Поэтому всё, что будет происходить на сцене, это только под девизом «Эгиды улыбки». А те, кто изменил свои какие-то планы, ну что ж, это решение каждого. Но те, кто будет на нашей сцене, они только будут питаться и подпитываться энергетикой нашей публики. И я уверена, что лето выдаст жарким. В Германии уже до 30 градусов тепла. Так что и уверена, что в Латвии... Поделитесь с нами теплом. С удовольствием. Вы знаете, представить себе не можете, насколько мы соскучились по солнцу и теплу. Сегодня вот до 20, завтра до 22, а потом опять падение 14-15 к концу недели. Ну всё, во-вторых, будет только зара. Рекордная жара в Испании, в Германии тоже. Давайте о позитивном. Я как-то вот зацепил слухом, вы упомянули «Шантель», приезжает «Шантель». Это же тот самый «Шантель», который дискобой, который дископартизаны, да? Ну это же лет 10 назад всем этим композициям. Что новенького он привезёт? Какая-то у него программа есть или то же самое использование вот этой «Балканщины»? Ну, уверена, что «Балканщины» нам не избежать. Именно поэтому мы его и пригласили. Вот. Именно поэтому мы хотим себе порадоваться. Конечно, будет дископартизаны, поскольку я уверена, что каждого музыканта, его хиты сопровождают всю его карьеру, и неважно, когда они были написаны, но будут новые композиции. И поэтому мы абсолютно без всяких... То есть мы в ожидании ритмов движения как в зале, так и на сцене. Обязательно будет что-то новое, конечно. Зал и сцена остаются неизменными. Это концертный зал «Дзентери». Совершенно верно. Мы остались залу верны. Наш локейшн. Мы замечательно сотрудничаем. У нас город Юрмула. И наш дорожайший дружок. И мы всех ждем насладиться сначала на пляже, а потом зарядиться энергией на фестивале в «Дзентерском зале». А потом вернуться на пляж и продолжить устроить автопатию. Нет, ну... Да, я подумаю. Мы подумаем про это, конечно. Но я хочу сказать, что... Но сначала у нас. В перерыве как раз-таки я знаю, что многие просто еще подходят... Ну, можно же прогуляться и совершенно еще поймать вот какой-то последний там «Близ моря». И многие вот в перерыве так освежаются, чтобы снова окунуться во вторую часть концерта. Не могу не спросить. Ведь наверняка в этом году поменяется публика. То есть... Ну, вот мы видим, что из-за всей этой ситуации в Юрмале будут, ну, наверняка, другие зрители. Вот как это отражается тоже на, может быть, по подборе программы на каких-то вот моментах? Вы знаете, я думаю, что да. И когда ты живешь в Германии или вот в каких-то странах, когда это происходит, может быть, там, например, во время корон, мы абсолютно точно знали хронологию, как это будет происходить в Латвии. Сейчас, конечно, ситуация еще раз изменилась. И мы тоже все с наш пиар и маркетинг-командой, мы все думаем, окей, как же мы можем порадовать ту публику, которая будет в данный исторический момент. Но будет очень много также наших гостей из Австрии, из Швейцарии. То есть люди абсолютно... Они действительно соскучились. И они нам звонят и спрашивают, значит, девочки, когда же? Какая гостиница? Пляж? Кто будет? Как будет? Ждем, соскучились, больше ждать не можем. Вот мы сейчас были тоже на одном мероприятии, где было тоже очень много постоянных гостей, которые сопровождают все мое, на самом деле, детство. Потому что фестивалю... Давайте задумаемся, 16 лет фестиваль проходит 16-й раз в этом году. Поэтому у него серьезная традиция, серьезная история. И, конечно, публика, с которой вместе я выросла, это и мои друзья, с которыми мы вместе выросли на этом фестивале, поэтому это остается неизменным местом встреч для семьи, для друзей-друзей, для ваших мам, для их подруг. То есть это совершенно неизменная точка встречи. И я очень рада, что она так остается, и что люди с таким нетерпением ждут. И не важно, какая будет публика. Я думаю, что в этом году мы учли, в принципе, все интересы, потому что каждому хочется радоваться, каждому хочется улыбаться. И поверьте мне, если вы будете на открытии фестиваля, то вы абсолютно точно поймете, о чем я говорю. Потому что когда люди умны, интеллектуальны, образованы и при этом хочется все время улыбаться, они настолько зажигательны. Это Алексей Гудасман и Йо. Это комбинация абсолютно с Гучи, абсолютно... То есть когда два талантливых и харизматичных человека встречаются на сцене и заставляют вас улыбаться, ну что же может быть прекрасней, да? Когда это такой диалог и заряд, и начало. И каждый последующий вечер фестиваля, начиная с 18 по 21 августа, будет на таком же позитиве. И мне кажется, что таким образом мы каждого из гостей сможем порадовать и подарить положительные эмоции. Итак, еще раз. Фестиваль Summer Time приглашает НС Галланд с 18 по 21 августа. Концертный зал Дзинтри. Билеты уже доступны. Причем, несмотря на то, что это с 18 по 21, четыре дня, тем не менее, шесть мероприятий, которые можно посетить, потому что последние дни будут как раз по два мероприятия в день. Так что тоже обратите на это внимание, что какие-то начинаются пораньше, какие-то вот чуть-чуть попозже. Да, но мы подумали, чтобы у вас была все равно возможность сходить на пляж, а потом насладиться у нас. Спасибо большое. Я напомню, что мы беседовали с директором фонда Инессы Галланта, Дианой Галланта. Удачно провести фестиваль. Я понимаю, что еще очень много работы, еще очень много, что нужно сделать к этому фестивалю. Но уже сейчас, наверное, стоит подумать, где вы будете 18, 19, 20, 21 августа, это уже обращаясь к нашим слушателям, и заранее позаботиться и о билетах, и о времени, чтобы ничто не помешало насладиться прекрасными артистами. Ну, и Диана обещала поделиться германским летом. За это огромное отдельное спасибо. Хорошего дня. Остаемся на связи. Удачи. Всего доброго. До свидания. И мы с Олегом, видимо, тоже прощаемся с вами, закрывая утро, но все продолжается на Радио Болтком, конечно же, и на Микс ФМ, на Микс Ньюс, везде у нас все продолжается. Кипит жизнь. Ну, и я хочу сразу прогонсировать, что добро пожаловаться буквально через несколько минут после новостей будет в нашем эфире. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим экспертам, вы можете задать их в WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1.